Доброе утро, страна! Доброе утро, зарубежье! Утро за окном, совсем недоброе, на окошке плачет дождь. Вот так. Это просто кошмар. Но где же эта золотая осень? Теплая, солнечная. Неужели закончилось бабье лето? Боже мой, дождь! Ну, что поделаешь? У природы нет плохой погоды, а у нас есть. Я, как всегда, думаю, сидеть не собираюсь. Отправляюсь по делам. Хоть и плохая погода, но что поделаешь? Ничего. Главное, чтобы настроение у нас было хорошее. Хочется. Хочется. Продолжение следует... Прибежала я домой из поликлиники. Все нормально, все в порядке, со здоровьем все хорошо. Будем дальше жить в прекрасном настроении. Сегодня я обнаружила, вроде батареи у нас в доме топят, но обнаружила, что мне как-то прохладно под моим летним одеялом. Хотя раньше Борис Сергеевич входил в комнату с утра, я спала с открытым балконом всегда и под этим же одеялом. Борис Сергеевич мне все время говорил, блин, у тебя такой тут пингвинарий! Ну да, у меня было прохладно, но под этим одеялом меня все устраивало, было очень тепло и хорошо. А тут я уже который день мерзну, хотя отопление включили. Ну ладно, сегодня пошла, присмотрела одеяло, купила себе одеяло, овечка. Это не реклама, сейчас покажу какое. Полуторное. Ну, уверяли, вроде как натуральная овечка внутри. Оно тоже не такое пышное, но я думаю, что оно будет потеплее. Мое-то совсем прям тонюсенькое, там прям миллиметры какие-то. Раньше были ватные одеяла, но я достала свое ватное одеяло, которое я иногда стелю на диван, вот на этот диван, когда мои девчонки приезжают. Мы его раскладываем вот так вперед, и я его стелила. А сейчас посмотрела, думаю, блин, тяжелое какое оно. Вот такое тяжелое одеяло, просто ужас. Короче, съездила, купила вот такое вот одеяло. Сейчас я его открою, сейчас я его вам покажу. Еще раз говорю, ребята, не реклама. Не реклама. У нас здесь недалеко есть магазинчик, небольшой такой, в торговом центре, яркий. Ну, вот я там повыбирала. Было подешевле за 2,640, по-моему, но взяла вот за 3 тысячи. Сейчас я его открою, мы с вами посмотрим. Одной рукой неудобно открывать. Вот такое одеялко. Фирма даже не скажу, какая. Вот стерлинг. Не знаю, хорошее, нехорошее, не знаю. Так, что тут в описании? Одеяло стеганое, 140 на 205, наполнитель, шерсть овечья. Плотность 300 грамм на метр квадратный. Хлопок 90 по 10. Ну, без синтетики сейчас не обойдешься, как говорится. Вот такое вот оно по толщине. На ощупь вроде приятное, мягенькое. И оно легкое. Вот оно легкое. То есть, ляжешь, оно тебя не должно придавить своей массой, как вот ватные все одеяла. Ну, странно, стали одеяло делать без углов. Ребят, посмотрите. Вот это уже второе одеяло у меня. А пододеяльники шьют все с углами. Поэтому углы почему-то остаются все время вот незаполненные. Ну, не знаю, строчка вроде хорошая. Наполнение плотненькое. То за 2600 было, ну, не айс. Ну, швы тоже вроде ничего. Ну, не знаю. Надеюсь, я под ним не замерзну теперь. Потому что пижамы я не люблю. Мне кажется, как в пижаме спишь, как в одежде. Это неинтересно. Вот. Шерсть, ну, наверное, синтетическая вот эта вот сверху ткань. Не знаю. Завтра, как говорится, протестирую. Сегодня посплю. Завтра расскажу, как оно. Ну, вот вроде как симпатичное. Не толстое, не тонкое. Должно быть хорошее. Вот. Так что вот с приобретением тети Люба, как говорится. Главное, не мерзни. Ну, тут же пришел ценитель одеяла. Тестировать пришла? Евгения Борисовна. Э? Глазками хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Сейчас Аллочка с Машей придут в гости. Придут. Девчонки в гости, да. Ой, придут. Так, что там? Да что ж там может быть-то? Мам, дорогая, Женя. Женя, что у тебя там? Да, там мячик. Нет, ну я не достану. Жень, я не достану. Ты чего? Нет. Ой, мамочка, это что такое? Где это взяли? Ой. Нет, Женя, я не достану. Забудь об этом. Машка придет, сейчас тебе все достанет. Все, что хочешь. Сейчас Маша придет. Маша и Алла. Аллочка сейчас придет. Девочки придут. Да. Чего хвостом виляешь? Так, все. Все. Не полезу я туда. Я посмотрела, оказывается, это родной город Королев. Город Королев, улица Пионерская. Ну что ж, приятно, Московская область. Так, ребята, знаете, что смутило в одеяле? Смотрите, какими большими квадратами оно простегано. Наверное, вся эта шерсть быстро-быстро слезет, скатится вниз. И здесь тоже. Придется тете Любе простегивать еще несколько раз. Самой. Кто пользовался одеялами такими, а? Подскажите. Лучше простегать или оставить? Сегодня зашла на почту, получила свою посылочку с Алиэкспресс. Ну, там ничего особенного. Так, просто сейчас посмотрим. Я заказывала себе наушники. А, вот. Коробочку для наушников. Ну, коробочка как коробочка. Коробочка как коробочка. Ничего особенного. Так, куда-сюда, что ли? Или сюда? Вот так? Так. Так, что ли? О, соседи что-то ремонтируют опять. Что у них вечно все ломается? Так, вот так. Ну-ка, закроется, нет. Ой, елки. Такс. Ага. Что значит Алиэкспресс? Нитки торчат. Вот, реально. Почему черненькую? Потому что руками хватаем. И руки вечно грязненькие. Поэтому и черненькая. Чем чернее, тем лучше. Грязь не видно будет. Так, здесь что-то торчит. Вот. Ну, вот. Какая-то такая вдавленная с одной стороны. Что тут? Так. Третий сорт еще не брак. Коробка. Есть коробка. Открывается. А карман-то для чего? Кармашек. Может, наушники туда надо класть? Может, я все не так делаю? Так. Снукся. Снукся. Вот так, что ли? Записывать. Вот так. Запихнули. Вот тут. Ой, елки. Ну, что это такое? Вот вам Алиэкспресс. Ой, мама. Ой, уже все расходится. Ой, господи. Боже ж ты мой. Что тут на ножницах? Жуть какой-то. Алиэкспресс. Ну, стоят копейки. За копейки хорошего не жди. Так, подрезали, подстригли. Вроде нормально. Ну, что. Еще раз. Затрываем дубль два. Раз. Неужели наш такой фигни наделать не может? Все. Вот такая коробочка. Не опыслили от счастья. Не опыслили. От счастья. Ой, господи. Вот девчонки нарисовались. Первые увидела Женя. Привет. Все. Я. Все. 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 Ну, кто мне руки облизывает? Привет. Люблю тебя. Люблю тебя, люблю. Маленькая. Маленькая. Он меня просто обижает. Он толкает. Он толкает и все такое. Понятно. Да. Бьет инструментами. Каким инструментом тебе по голове досталось? Ну, каким-то большим маракасом. Маракасом. Инструмент такой. Маракас. 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 Это такой шарик с ручкой. Вот он звенит, да? Правильно? У меня шарики. Ужас. Так это же очень тяжелый инструмент. Маша, а шишки нет на голове? Нет. У тебя крепкая голова в дедушку. Не, надо с этим что-то делать. Это так нельзя. Я уже сказала администратору, что в следующий раз мы придем. Не, надо разбираться. Что за дела-то? Он так убьет когда-нибудь ее. Меня еще тоже это интересует. Этот вопрос. А если он карандашом захочет, то она стыкнет. Да, и что тогда? Офигеть. Ну, в общем, да. Это не очень хорошо, Маша. Надо его в больницу ввести. Ну, вот это мама пусть занимается. Больничными делами своего ребенка. Ребята, ставим. Так. Не поглядывай. Не смотреть. Надо полностью закрыть. Правильно. Закрыть глаза. Машка, молодец. С закрытыми глазами. Смотри, а то все призы не получится. Да. А Артем бы вообще держал глаза открытыми. Ну, Артем, ты себя с Артемом не сравнивай. Так, Марьюшка, открывай глаза. Та-дам. Ого, картошка с ассинкой и соусом. А какая картошка? Фри. 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 Класс. Да, здорово. С сырным соусом. Да. А я думала, в твоей бочке варятся макароны. А-а-а, а там не макароны. Ну-ка попробуй картошечку. Макни в сырный соус. Как тебе? Ну, давай. А можно рукой? Конечно, рукой можно. Как в настоящем кафе. Хе-хе-хе. Ммм. Почта. Ммм. Вкусно. Хорошо, да? Ага. Ну все, кушай на здоровье. Беречо долго, да? Немножко. Ой, красота. Молодец, умничка. Хомяк. Теперь на лодочке тест. Угу. А что ты ее вилкой-то берешь? А я не знаю. Интеллигентность прет через край. Хлещет. Прямо скажем. Ммм. Хрустит, прикольно. Угу. Вкусно. Здорово, да? Угу. В общем-то, ничем не отличается от... Угу. Угу. Сосица. От маковской. Угу. О, какой страшный. Хорошо. Ну, а теперь можно радовать друг друга почаще картошкой. Здесь масла зато меньше. Угу. Ты же видела сколько, да? Намного меньше. Она не в масле делается. Да. Так обырел слегка и все. Да. Чуть-чуть сбрызнул. Прикольно. Ну и все. Кушаем, девчонки. Да. Солнышки мои собираются. Машка, картошка понравилась? Да. Ты моя радость. Очень приятно и с сосисами. Сосисами, конечно. А знаешь, но с сосисами. Машка, а ты мне порезала одну сосиску или две? Две. А ты их все съела? Все. Вот так. Ну что все? Обжора. Была голодная. Все побитая Маши. Да иди посмотрите, там стекляшка с саранчой. Это мне мальчик подарил. Руслан из Новосибирска. Потому что у меня канал называется Саранча. Там саранча, просто она законсервирована в стекле. Живем. Живем. Она ночью вылезает и всех кусает. Кроме меня. Вот, все, все. Саранча, все, все. Саранча, все, все, все. Баба Геша. Уже пора, Баба Геша. Баба Геша. Баба Югеша. Не жри тут много. Так, девочки. Придете, позвоните мне. Напишите, что вы пришли. Почему это? Приезжай на какие-нибудь дачи. А, понятно. Посмотрим. Я ее к тебе, к вам на каникулы ее привезу. Пока, Югешка. Все, пока. Пока, пока, пока. Пока, пока. Пока.